В Люберцах стартовал второй детский фестиваль искусств. Это новый проект комитета по культуре городского округа, который зародился в прошлом году в честь 400-летия города. Теперь это ежегодный праздник, который собирают на одной площадке юные таланты. Как прошел первый день масштабного фестиваля, покажем в следующем сюжете. На сцене за кулисами и фойе Люберецкого дворца культуры царит атмосфера праздника. Повсюду слышны звуки музыкальных инструментов. Первый день детского фестиваля искусств поделили на две части. Сначала перед членами жюри выступили конкурсанты в номинациях «Балалайка», «Домра», «Баян», «Классическая гитара» и «Аккордеон». Участники фестиваля – воспитанники учреждений дополнительного образования в сфере культуры. Ирина Макеенко занимается гитарой в детской школе искусств номер один. Для нее это первый выход на большую сцену. С детства очень нравится гитара, как играют. Занимаюсь уже пять лет, очень нравится. Больше, я думаю, хобби, но продолжать дальше заниматься точно буду. А воспитанник музыкальной школы номер два Георгий Пискарев, несмотря на свой юный возраст, уже опытный участник различных конкурсов и обладатель призовых мест. С восьми лет он осваивает азы игры на русском народном инструменте «Домре». «Очень старательно готовился к этому конкурсу и отрабатывал ошибки некоторые. У меня очень много достижений. Я участвую в конкурсах. И главное, я смог победить свой страх перед выступлением на концертах». Сразу после выступления музыкантов состоялось награждение лауреатов. Затем на сцену вышли юные танцоры. В этом году в фестивале появились новые номинации в области хореографического искусства, народный танец и современный танец. Также впервые на суд жюри представят категорию «Хоровое пение». «Мне понравилась программа. Я понимаю, что это фестиваль. Это даже не фестиваль «Дефис конкурс» и не конкурс, фестиваль, они разные. Это просто смотр общих умений, навыков и общего искусства, как дети, чего достигли. Добавились номинации. Это очень знаковое событие. Это говорит о том, что первый фестиваль оставил после себя приятные результаты, впечатления». Количество номинаций увеличилось, а вместе с ним увеличилось и число конкурсантов. В этом году их более 500. Программа фестиваля рассчитана на три дня. Финалом большого творческого праздника станет гала-концерт, на котором объявят имена победителя и обладателя гран-при. Луиза Игия Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.